Продолжаем, уже появилась реальная линия, линия реальной границы между боевиками и украинскими силами. Там теперь пограничники, и там побывал Роман Бачкала. Это Когуар, броневик отечественного производства. Основное назначение этой машины, доставка пограничных нарядов к месту несения службы, прикрытия и патрулирования. Вот видим внутри такая бронированная капсула. Проходим. А сейчас разделительная линия, это по сути река, да? Как называется? Северский Донецк. И вот чем ближе к этой реке, тем громче слышны звуки выстрелов. Стреляют? Пустяно. Пустяно. Вот трошки притихли. Так, на Крымске, пожалуйста. Так. А-а-а, вы же не переправитесь, ребята. А что там? Машты все позревали. Ну, 40 назад бригада поехала на понтон проверить, разминировать. Ну, их обстреляли оттуда. Любая машина, да? Любая машина, которая туда подъезжает, сразу идет обстрел. А может кто-то и живет, просто не выходит на улицу. Украина, конечно. То есть река стала границей, да, получается? Они бьются теперь за нас. Они трехизбинку мы не отдадим. А они уже себя Украиной не считают? Нет, конечно. Они считают себя Новороссией уже. Село Трехизбинка. Когда-то здесь купила жизнь. Со всех окрестных сел по выходным сюда съезжались люди на рынок. А сейчас здесь практически пусто. Край географии. Географии контролируемой украинской властью. А в начале этого лета с такими же вот саблями здесь размахивали местные казачки. Эти традиции казаческие, они сохранились. Тогда это село было во власти сепаратистов. Позже пришли вооруженные силы, освободили село. Вот мы видим, над тем домом развиваются украинские флаги. В общем, полностью все это село, оно контролируется Украиной. И произошла такая вот ситуация интересная, что теперь те местные жители, мужчины, казаки, которые бежали на тот берег реки, они обстреливают свое же собственное село. А что вы думаете по поводу действий России, Путина? Путин? Да. А что Путин? Путин ведет себя как положено. Что у него на уме? 5 утра и до обеда колотили. Да. Это невыносимо. Люди кричат, каравул. Там на автобусе садились, а въезжали люди, жители села. И как они там уезжали, на машинах ехали, по страшному, чтобы было. Ну, едем по краю по цей рейси, это как бы край, да? Как, ну, река, оно там иде, так? Да. Я маю на увазе, где межа, где межа той территории, которую контролирует Украина. Украине нет межи и не должно быть. Это вы так уже привыкли, межа, межа. А тут все единое. Межа, межа между собой, что там, там, бахается, делятся. Так что, а межи тут немало. Прикордонники сегодня говорят, старая граница, новая. Ну, вы видели, где они живут, коммуновники? А подивите, где наши войска же землянка, кто-то. Подивите их условия, подивите наши. Передаем всем временам, батькам, ждите за вас, чекайте. Мы на позиции. Так что, все будет дорого, боже, счастливое. Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова